В мире дикой природы животным ежедневно приходится бороться между собой, за территорию, за пищу и за самок. Причин для схваток множество, поэтому животные борются и погибают каждый день. Барс против горного козла. В Гималаях можно часто наблюдать схватки между горными козлами. Они бодают друг друга в борьбе за самок, но обычно такие бои не приводят к тяжёлым травмам. А вот кого им действительно нужно остерегаться, так это снежного барса. Эти животные часто подстерегают козлов и атакуют, как только рогатые потеряют бдительность. На этих кадрах вы видите, как снежный барс охотится за молодым козлёнком, оставленным без присмотра. Но тот делает опасный прыжок в воду и уплывает. Ягуана против змей. Небольшая ягуана оказалась на территории, которая буквально кишит змеями. Удастся ли ей выжить в такой смертельной ловушке? Рептилия стоит неподвижно и наблюдает, как змея приближается всё ближе и ближе. Но как только она докоснулась до хвоста ящерицы, да так быстро, что оказалось, будто змеей за ней не угнаться. Однако за ягуаной началась охотиться целая группа змей. Одна из них поймала ящерицу и обвела её своими кольцами. Кажется, ягуана обречена на гибель, но не тут-то было. Ящерице удаётся ускользнуть, а ловким прыжком она запрыгивает на камень и удирает от змей. Салон против бегемота. Бегемоты – большие задиры. Если на их территории окажется чужак, они не останутся к этому равнодушны. Даже если к ним зайдёт самое большое наземное млекопитающее. Слоны гораздо крупнее бегемотов, но их это не останавливает, тем более, что их много, а слон – один. Бегемот пытается схватить его за хвост. Великон сначала просто отмахнулся, но бегемот всё не унимается. Тогда слон нанёс ему удар ногой, и бегемот понял, что напал не на того. Козёл против барана. Козлы и бараны нередко выясняют отношения между собой. Для этого им не нужно выискивать особого повода. Просто они любители пободаться. Но схватки этих копытных не похожи на дружеский поединок. Если эти животные сойдутся в схватке, разнять их будет очень трудно. Бараны и козёл берут разгон и врезаются друг в друга. Козёл переворачивается и остаётся поверженным. Пингвин против буревестника. Пингвины – одни из лучших отцов животного мира. Они даже помогают самкам высиживать яйца. Желудок пингвина производит особый сок, который напоминает молоко. Защиту питомца отец берёт на себя. На этих кадрах вы видите, как на пингвинёнка напал буревестник. Но отец не даст никому в обиду своего малыша. Он храбро бросается на обидчика и отбивает у него своего детёныша. Гепард против орла. Орлы настолько опасные животные, что охотятся не только на мелких животных, но и на детёнышей хищных зверей. На этих кадрах мы видим, как орёл поймал маленького гепарда. Но мама малыша не будет за ним просто наблюдать. Она сразу же бросается в погоню. Птица села на ветку, так как ему не удаётся улететь далеко с такой крупной ношей. Там его и настигла разъярённая мать. Орёл выпустил свою добычу, и она улетела вниз. Но, как и все кошачьи, он приземлился на лапы и уцелел. Львица против слонёнка. Как известно, львы нападают на слонов очень редко. И только в том случае, если они сильно голодны. Да и то это редко приводит к чему-то хорошему для хищников. На этих кадрах видно, как львица напала на слонёнка. Но этот малыш не собирался просто так сдаваться. Львица вцепилась в него и пытается утомить, чтобы он упал обессиленный и не сопротивлялся. Но он оказался гораздо сильнее и выносливее, чем ожидала львица. Слонёнок трубит в хобот и ожидает подмоги от своих родичей. Осьминог против акулы. Акула решила напасть на осьминога и думала, что это будет лёгкая добыча. Но осьминог не собирался оставаться обедом для этой хищницы и нападает на неё. Обвив рыбу своими щупальцами, он начинает её дышить. И акула сама становится добычей для этого моллюска. Крокодил против бородавочника. Крокодил хотел утащить детёнышей бородавочника, но старшие вовремя вмешались и не дали рептилии осуществить свой коварный план. Они дружно брали разгон и врезались в крокодила своей мордой, тем самым отогнав его и защитив своё потомство. Антилопа против зебры. Стадо антилоп и зебр стояли на поляне в поисках пищи. Как вдруг зебре что-то не понравилось, и она ударила сзади стоящую антилопу копытом. А та упала замертво. А стадо антилоп, не понимая, что произошло, вдруг начинает убегать. Дятел против змеи. Это очень интересные кадры. Дятел сел на дерево и начал долбить в дупло. Как вдруг оттуда вылезла огромная зелёная змея. Она удивлена наглостью птицы и решает атаковать её. Дятел очень неловкими движениями подбирается к змее и клюёт её. Но одно неловкое движение, и он попадает в пасть к этой рептилии. Дятел, понимая, что не справится с этим соперником, пытается выбраться, и ему удаётся. После чего он решает улететь. Носорог против буйвола. Благодаря своей силе и размерам, а также агрессивности во время атак, в дикой природе носорогу не угрожает никто из хищников. Непонятно в чём причина битвы, но носорог настроен очень агрессивно. Нападая на буйвола, он отбрасывает его и таскает по поляне. Хоть и численность у буйволов больше, но преимущество всё равно у носорога. Буйволы ничего не могут противопоставить ему и просто разбегать. Слонёнок против прайда львиц. Этот инцидент произошёл в национальном парке Южная Луангва. Львицы напали на отбившегося от стада слонёнка, и казалось бы, у него нет шансов против этих хищниц. Львицы запрыгивали на него, кусали и пытались бить с ног. Однако слон оказался находчивым. Он побежал к воде с одной из львиц на спине. Сделав несколько оборотов, он сбросил львицу и отпугнул других. Удивительно, но слон не начал сразу убегать от них, а решил наказать обидчиков и побежал прямо на хищниц. Они, испугавшись его, начали отходить. Но после того, как слон всё-таки решил отступить, они вновь начали преследовать его. Но он опять начал бежать на них, тем самым окончательно отпугнув их. Леопард против дикобраза. На данном видео мы видим, как кошка решила напасть на дикобраза. Но природа позаботилась, чтобы этот грызун мог за себя постоять. Хищник ещё не успел напасть на него, а он уже надыбил иголки и наступает. Леопард не хочет быть исколотым этими острыми иглами и решает оставить его. Мангуст против кобры. Мангуст решил напасть на эту опасную змею. Исход этой битвы непонятен, ведь кобра одна из самых ядовитых змей. Всего один укус и этот грызун будет повержен. Змея пытается укусить его, но он резким прыжком уворачивается от укуса. Но битва заканчивается очень быстро. Мангуст просто отступает. Кайман против электрического угря. Кайман решил напасть на этот грызун. Сделать ничего. Через несколько секунд Кайман погибает. Медведь против тигра. Уверенный в себе тигра решил полакомиться проходящим рядом медведем. Подойдя к нему, он сразу отхватывает мощный удар от Косолапова. И с этого момента начинается смертельная битва. Нападающий на первый взгляд превосходит противника, вцепившись клыками в область уха. Он думает, что победа близко. Но через несколько секунд он вырывается из схватки тигра. И с грозным видом прогоняет кошку прочь. Жираф против жирафа. Стандартный ритуал в стаде жирафов. Молодой представитель пытается одолеть более старого. Для того, чтобы занять его место. Проигравший в схватке будет навсегда изгнан из стада. Поэтому они готовы биться насмерть. После пары ударов вожак падает на землю. И молодой жираф пытается добить старшего. Но тот резко уворачивается от удара. И наносит ответный удар. Который в итоге и принёс ему победу. Про это львов против стада быков. По пустоши проходит стадо быков. И маленький телёнок. Львы замечают это и решают напасть на него. Отец телёнка начинает отбиваться от стаи кошек. Но ему это не удавалось. Но тут неожиданно родичи решают помочь. И коллективно отбиваются от хищников. В итоге львы отступают. Субтитры создавал DimaTorzok